Электроэнергетика всегда была и остается, наверное, навсегда останется в самом центре того, что называется большая энергетика. Ну, хотя бы в технологическом смысле и хотя бы потому, что она, работая в непрерывном режиме, ежедневно потребляет продукцию угольной индустрии, нефтяной индустрии, газовой индустрии. И точно так же ежедневно снабжает своей продукцией 100% физических и 100% юридических лиц в стране. Это ее уникальное положение задает некоторую инновационность. И традиционно считается, да, собственно говоря, я сам много раз на это ссовался, что электроэнергетика – это очень инновационно-медленно изменяющийся отрасль. В то же время сейчас становится все более очевидным, что именно в электроэнергетике происходят изменения, масштаб которых, ну, вообще говоря, революционный. Я сам не до конца понимаю, как соединить эти две мысли вместе, но когда я смотрю на то, что на сегодняшней конференции будет обсуждаться, и я вижу здесь новые источники энергии и гибкости – это очень хорошая вырубка. И новые источники энергии, прежде всего, видимо, возобновляемая, и связанная с этим гибкость сетей, промышленное хранение электроэнергии – связанные вещи. Это, очевидно, очень масштабное преобразование, еще недавно казавшееся мало реалистичным. Распределиваемая энергетика, новый дизайн рынка. Действительно, если такие масштабы преобразований в самой инженерной части индустрии, то, наверное, и институциональная часть, конструкция рынка тоже может, а может быть, и должна претерпеть какие-то значимые изменения. Цифровые сети – ну, тут все понятно. Сквозные технологии, кибербезопасность – вот, должен прямо сказать, что это все технологические революции, которые, ну, скажем, во времена реформы энергетики, когда мы работали 10 лет назад, они даже не звучали, их просто не существовало тогда. Да, мы создавали рынок, но сейчас речь идет уже об обгрыде рынок. Да, мы создавали предпосылки для того, чтобы в России возникла распределенная энергетика, точнее, для того, чтобы в России возникли предпосылки на рынке для разобновляемой энергетики. Это было осознанно заложено в его конструкцию. Но сейчас она уже есть. В этом смысле, вот эти задачи, которые поставила на сегодняшнюю конференцию рабочая группа Energy Net, Национальная технологическая инициатива, мне кажется, очень предметными содержателями. И предметно то, что обсуждать их планируется с инженерных позиций. Там, например, инженерных вопросов очень много, и они очень серьезные и очень профессиональные. Ну, а зная организаторов конференции, я просто уверен, что будет интересно. Желаю всем участникам, чтобы так вот произошло, и сам постараюсь тоже по возможности онлайн или по окончании послушать участников конференции. Удачи!